Развилковский Иосифоволодский храм ежедневно посещают сотни человек. Люди сюда приходят не только помолиться, здесь они находят утешение и поддержку. Настоятель храма, отец Петр, общается с прихожанами, как с друзьями, дает советы, наставления, готов говорить даже о мирском. И на богослужении, в день празднования Вознесения Господня, священнослужитель много говорил о терпении и смирении. Мы сами не можем победить в себе грех. Мы можем победить грех только с помощью Божьей. Поэтому сегодняшний день – это наша надежда. Праздник Вознесения Господня – это и есть человеческая надежда, когда после завершения земной службы Иисус взошел на небо и открыл людям Божье Царство, как новый и вечный дом. Он празднуется на 40-й день после Пасхи. Бог, Отец Акиман и всех святых, в милости спаси от нас, я как благ и человек о любви. Это очень большой праздник, это и для души. Это когда здесь у нас Иисус Христос присутствовал от начала Пасхи до сегодняшнего дня, как бы с нами. А сегодня Он возносится на небеса, Он покидает нас, но Он всегда с нами будет и остается. Спасибо Господи. Светлую радость на сердце ощущаю, конечно, присутствие Божие в душе, особенно после Божественной Литургии. В конце Божественной Литургии состоялось причастие. Сегодня в храме было много детей. Это воспитанники местной православной гимназии и детского сада, которые помимо общей программы изучают Слово Божье, знают традиции и устои церкви, и всегда с удовольствием приходят в храм с родителями. И маленьких приучаем, чтобы они тоже жили православной христианской жизнью, чтобы соблюдали те заповеди, которые нам Господь оставил, чтобы все были в Царстве Божьем. Для души, для спасения души. Должны все причащаться. Просто ребенку быстрее и легче получается, нам-то потяжелее старше. Для развития у детей любви к православной вере при Иосифово-Володском храме поселка Развилка действует и воскресная школа, куда могут ходить как дети, так и взрослые. И здесь вместе готовятся к праздникам. Так, 27 мая тут, как и во всех православных храмах, отметят еще один важный праздник – Троицу. Юлия Погасян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.